Мы с вами друзья в магазине AT&T. AT&T это большой такой телекомовский провайдер всего на свете. В частности, наши телефоны сотовые через AT&T у нас подключены. Нам нужно нашу Nokia. У нас выбраться заменить на что-то более современное. Может 2 года с контрактом. Вот тут разные модельки, которые нам подошли. Видите, вот у меня в руке это то, что мой нынешний телефончик. Вот эта модель называется 830. Это 635. Lumina тоже. Это гигант. Lumina 1520. Это что-то очень здоровое. Тут почему-то Amazon Fire. Я не знаю, почему он сюда попал. Вы можете сказать, а что меняем-то? Меняем мы от того, что у нас контракт уже закончился. А тут у них Android. Вообще, поскольку это такой провайдер, то они поддерживают самые разные системы. Поэтому вот вы видите LG. Айфоны пошли, да? Значит, это iPhone 5s, 5c, Moto X. А это что, часы какие-то, айфоны вместе? Это Moto 360. А вот мы видим тоже HTC One. Это, по идее, наш такой же, да? Он Windows Phone. Да-да-да. Надо понять только, он тяжелее или давай с нашей стороны. Но он не тяжелый. Он не тяжелый. Это значительно тяжелее. Мы когда покупали в прошлый раз, мы все смотрели, да. Мы смотрели, чтобы камера хорошая была. Но выяснилось в итоге, что я практически не снимаю видео на телефон. Так что это как бы отпала актуальность. Вот пошли вот эти HTC. HTC One M9. HTC Desire. Мы так не сравнивали с HTC, да, Света? Ну, вот на HTC хорошие отзывы под Windows. Неплохие такие, позитивные очень. Но я не уверена, какой из них. Вот это HTC, по-моему, там был 8. А тут отзывы, которые на громадные вот этот вот Nokia, которые самые здоровенные. Да, 15.8, 15.20. 15.20. И говорят, все хорошо, вот этот долг плохой. Да. Говорят, так классно все. В таких местах зашкаливающие цены на вот всякие причиндалы. Частью процесса является некий разговор о том, какие есть там возможности по оплате. Значит, план один, план другой. Где-то ты больше платишь денег сразу, где-то ты платишь больше потом. За два года у тебя экономятся сотни баксов. В общем, вот такой разговор там происходит. При том, что сервисный план мы не обсуждаем. Но у нас есть, и как бы мы им пользуемся. Это речь вот только вот о покупке, ну о замене телефона. Посмотрите, друзья, на это чудо, которое у меня в руке. Это я вот телефончик мой. Значит, AT&T говорит, ну он в чехле, правда. Говорит, вот если ты сдаешь свой телефончик, мы тебе за него дадим пятерку. Я думаю, мать честная, это за пятерку-то. Это за пятерку. Ну, я думаю, за пятерку не отдам я им свой телефон. Вот не отдам из принципа. В коробочке оказался браслетик фитбитовский. У нас, правда, есть. Не, ну твой как раз ломался. Мой как раз ломался, да. Утопил я его, водой залил. Но, в общем, да, интересно. И он синхронизируется с телефоном теперь все? Да. То есть ты ходишь, а на телефоне все видишь? Ну, хорошо, хорошо. Тебе что-то делают с телефоном сейчас? Телефон у меня сейчас делает рестор, бэкапом. Угу. Ну что, Светлана, давай будем делиться впечатлениями. Меня больше всего удивило, как много времени это занимает. У меня тоже, да. Наверное, мы там не меньше часа пробовали. Ну, мы там гораздо больше пробовали, я думаю, часа два не меньше. Странно, один телефон обменять, мой должен где-то по почте подойти, да? Да. Такое самое главное, что мы не смогли завершить процесс перекачки данных, потому что вот в тех условиях, которые Microsoft наставят. Да. Без другого нормального компьютера, я не могу подтвердить, это самое, подтвердить, что это я. Что ты называешь другим нормальным компьютером? Чтобы он у тебя с собой вот топ был какой-то, что? Нет, я объясню. Дело в том, что у тебя уже есть в твоем хатмейловском аккаунте, у тебя есть уже security settings, чтобы ты мог идентифицировать себя. Да. Security settings это либо там текст на какой-то телефон, да, что является мобильный телефон, то есть он не может быть использован. Да. Либо это обыкновенный имейл. И в качестве нашего бэкапного имейла служит наш офисный обычный канал. А, то есть не с собой как-то. Который, во-первых, не с собой, который на этих телефонах просто не устанавливается. Он вообще, его вообще на этих телефонах нельзя установить. Получается, что если ты лишил доступа к домашнему компьютеру, где ты установил нормальный имейл, то ты вообще не можешь себя в отсутствии телефона. Но, может быть, это как-то с лэптопом решается. Вот был бы, допустим, лэптоп у тебя с собой. Ну, если бы был лэптоп, который привлечен к интернету, да, да, конечно. Тогда бы решился. Нам нужно было тогда его с собой взять. Просто мы не сообразили, что… Не сообразили, да. У нас же есть лэптоп с собой. Ну да, могли сделать. Могли взять. Но дальше получается такая тонкость, что он зашел туда в мой security account в Hotmail, чтобы поменять и дать возможность на твой телефон сообщить этот вот код. Новый. Да. И они сказали, вот Microsoft говорит, да, хорошо, мы апдейтнули этот код, но в security целях он не будет апдейтнуть сию минуту. Это будет сделано там через месяц или что-то. 30 дней. Да, то есть вообще какая-то… Ну, наверное, у них есть соображения, но поскольку мы тоже этого не знали. Понимаешь, вот этот человек, который там стоял, все-таки он работник, и он, наверное, не первый раз на это нарывается. И он должен был предупредить. Ну, наверное. Ну, в общем, как-то все это было сделано. Это еще, на самом деле, это место еще не самое плохое, в том смысле, что мы попали практически без очереди. Он нами стал заниматься практически как только мы пришли. Ну, минут 10 прошло, да. А на самом деле, когда приходишь у нас в долине, и там вот вот это, что меня удивляло всегда, я стараюсь ходить днем, благо имею такую возможность, в будний день во всех этих IT&T компаниях стоит человек там 4-5 впереди тебя, и каждый занимает столько же времени. То есть ты там легко 3-4 часа проводишь вот, чтобы этот телефон оформить. Я не знаю, почему так долго это занимает. Но, тем не менее, в обычном… И ничего, скажем, из дома нельзя делать, не выходя из Нет, наоборот, все можно сделать. Вот тебе придет по почте телефон, да? Нет, если бы, допустим, мы вообще никуда не ходили, ни в какой магазин, мы бы выбрали на интернете ту модель, которую мы хотим. И получили бы ее домой по почте. Так. Но дальше ты должен сам себе все уметь установить. Установить. Ну, конечно. Тут весь прикол в том, что это новый телефон, ты не знаешь, что в нем делать. И время не хочет тратить. И данные себе перенести, чтобы ничего не потерялось. Вот это же самое такое сложное. В старых телефонах там был чип, ты просто вынимаешь один чип, из одного телефона вставляешь в другой, и все, как бы у тебя все все. Мне пришлось загнать в адресную книжку много имен и телефонов, которые у меня просто в списке. Ну, это правильно. Ну, это может быть и правильно, но я просто обычно так иду в список. Смотрю, где там этот человек, бах, его и звоню. Но списки не переносятся со старого телефона на новую. Да. Они должны быть сохранены вот в этом ВКонтакте. И тогда они переносятся. Но в защиту именно этого телефона. Почему мы не любим айфоны? Потому что мы вообще-то люди Windows Application. И работали очень много именно по Windows. И у нас получается десинхронизация. То есть вот имея Hotmail аккаунт или сегодня Outlook аккаунт, очень удобно все свои данные. То есть получается единое пространство. Я могу на телефоне что-то завести. Оно у меня уже будет на клауде сидеть автоматически по определению. И дома с домашнего компьютера я все это могу получить. Тут история вот какая-то. Это просто на самом деле системный такой подход. Или ты должна все иметь на маковских системах. Тогда они будут синхронизированы. Либо на Windows. Наверное и на андроидах тоже самое там как-то есть. Видишь, да у них сейчас теперь. Ну у них есть и таблеты. Да. Но с другой стороны ты все-таки, если ты дома работаешь под системой Windows, да? То какие-то очень многие вещи на андроид ты не сумеешь перенести. Тем не менее, где-то я читал статистику, что только 2% что ли всего телефонов мобильных, да? 1% смартфона в стране это Windows, а 98% это Apple и Android. Ну мы привыкли к Windows. У нас был раньше Apple телефон. Мучилась я с ним ужасно, потому что, во-первых, нужно было физически подключать к компьютеру, чтобы синхронизировать. Это первое, что было страшно неудобно. Второе, он не дает возможности выбора, а начинает закачивать все подряд. Вот все, что у меня есть, например, в том же самом Монтлуке, все контакты начинают закачивать подряд в телефон. Ты исключаешь, что это ты просто не умела пользоваться? Нет, я не исключаю, что я умела пользоваться, но он не давал такую option. Может быть, сейчас есть такая option? Ну, может быть, сейчас и есть, но во всяком случае это была мука страшная, потому что и не все контакты, которые у меня есть в e-mail, нужны мне на телефоне. Это совершенно неправильно. Ну, в общем, здесь у меня большое удобство, например, что я могу твой календарь со своего компьютера поставить, и ты будешь видеть это у себя на телефоне. Светлана руководит моим расписанием, и сотрудники тоже. Это очень удобно. Да, и она мне там к врачу, там, если что-то, она все И все это сразу смотришь на телефоне, у тебя напоминание, а я могу в любой момент иметь доступ. Мне не нужен для этого физический девайс каким-то образом цеплять компьютер. Может быть, Света, вот то, что ты работала когда-то в Microsoft, на тебя так влияет? Ну, честно скажу, что, конечно, работая в Microsoft, она накладывает определенный отпечаток такого пиетета, где-то внутреннего. Есть такое? А вот Apple у тебя нет пиетета? Абсолютно. Меня спрашивал человек на днях, он говорит, скажите, Михаил, вот вы не пользуетесь продукцией фирмы Apple. Почему так? Неудобно. Я скажу так, что на заре, когда мы только-только приехали в Америку, начали осваивать компьютеры, да? Нам все говорили, Apple были вообще не соизмеримо дороже, чем в IC, естественно, мы их и не рассматривали. Но на Apple работали профессионалы, профессиональные график-дизайнеры, там скорость была другая. И как раз когда мы приехали, вот у нас первый компьютер на нем уже стоял в Windows 3.it. То есть система графического интерфейса только-только начала появляться. — А когда мы еще классы брали, там-то это были word-процессоры под DOS, да? Под DOS, под Windows. Нет, подождите секунду, я просто рассказываю немножко предысторию, да? И вот, лишь, появились первые графические интерфейсы на Windows. И мы очень быстренько в это включились, на всех производствах, где мы работали исключительно, стояли IPCs с Windows, и не было никаких Apple-овских компьютеров уже уже. Еще раз, в то время офисные приложения работали под Windows. правильно мы внедрились и воспользовались этой системой знали и довольно таки глубоко пока она была еще не такой сложной как сейчас то есть было время когда мы делали такие замысловатые штуки там давали все чтобы со временем со временем мы попозже попробовали посмотреть как это же самое работает на я блин макинтоши получался такая история что для простоты пользователей там очень многие вещи по дефолту скрытые от пользователя по дефолту это молчание они хардвером да они были молчания и вот то что я например под windows могу сама себе сделать и как таким-то образом отконфигурировать то там по умолчанию ты даже не знаешь что такое есть там аппарат нарушу на 1 секунду и по когда-то начинка с первой твои знакомства с компьютером это это все это просто и все это замечательно а у меня если я знаю что я имею возможность контроля над какими-то вещами или нет позвольте мне это не устраивает чтобы на самом место меня что-то делала хочется больше контроль и таким образом таким образом мы не подружились хотя я работал на и при я тестировал и плавские приложения у меня возникла не любовь причем совершенно искренне когда появились вот эти первые мобильные телефоны еще это это три день был network у нас был этот телефон это будет очень страшно неудобно было ужасно и мы просто ожили когда появился наконец windows телефон и с тех пор мы все время придерживаемся вот windows линии потому что она значительная синхронизация облегчает жизнь ну короче у нас вот такие обстоятельства начиная начать что кому-то это должно быть близко абсолютно то есть может быть люди с ужасом сейчас морщится боже какой отсюда и вот эти люди других учат там профессии старенькие поэтому нам можем простить я хочу тебе скажу чем мне нравится вот например windows фон я устал от этих гаджет которые меняются каждый день может быть там которым 16 ребята они как-то легче относится я устал и я вот смотрю сколько там наш applications там установлены предустановлены господи совсем немножко этого как хорошо не нужно разбираться здесь уже установлено но нужно сесть один раз почистите тут опять же есть возможно все кастомизировать это очень просто держа и оставить только то что ты уже три штуки на главной странице собственно телефон вот по моим понятиям телефон в первую очередь нужно для того чтобы звонить они для того чтобы делать это очень как это твоя бабушка так могла сказать выше сегодня телефон это чтобы дать ребенку чтобы он видео смотрел и не дергал понимаешь сегодня телефонов где ты можешь так много всего часы видела часы там стояли в магазине и там эти часы послушай ты на них видишь имейлы свои они приходят там мелко же очень не видно ничего ничего крупненько крупненько очки оденешь вот но я просто такое что часы уже перестали быть часами понимаешь время то не показывает хотя бы на время сейчас кто хочешь показывать время сейчас показывает кто угодно а кстати вот это была очень хорошая фишка которая мне понравилась нам почему-то вместе с этим телефоном до совершенно бесплатно дали фитбит когда в магазине стоит 100 долларов но может быть эта модель дешевле нет это модель стоит 99 долларов она может быть не такая симпатичная как наша да вот которая сломалась но она вместо цифр показывает точечки можно ее вынуть оттуда и воткнуть в нашу нельзя ничего вынать ты чё тем более мы что специалисты по вниманию и она не показывает циферки а не показывает точечки но зато она все синхронизирована с телефоном да и ты как бы на телефоне сразу видишь уже циферки все но они продавали за 100 долларов вещь которая по себе стоимостью доллар и они на этот доллар ее доложили и мы говорим ты смотри прикольно прикольно хорошо свет пошли мы немножко ожили а то очень утомительно да там кондиционер еще не работал вот друзья кошмарах империализма вот так приходишь а кондиционер не работает вот так уж и счастлива